Доброго времени суток! Так, сейчас мы будем делать следующее мероприятие. Сейчас мы будем делать непосредственно посев из пробирки петлёй, непосредственно своими руками. Значит, что нам для этого необходимо? Нам нужен свет, нам нужен спирт, нам нужен сухой спирт, Нужна спиртовка, нужны спички. Да чё вы по плетике-то? Камеры боитесь! Итак, спирт, пинцет. Значит, во-первых, рукава в лабораторных работах надо убрать, то есть вот эта штука вообще не должна быть. Во-вторых, обработку рук мы уже проходили, то есть мылом по локоть. Мыло не смывать, мыло высушить. Никаких сушек там, механических, физических, химических не применять. Просто мылом до локтя. Значит, намыливаем и ждём, пока руки высохнут. Не обрабатываем их всякой химическими веществами. Это не нужно. Можно там, ну, ради каких-то уже там спиртом просилить. Ну, то есть салфеткой. Вот. Дальше. Сам посел. Так, ну, сейчас я присяду, дай. Дай покажу. Покажу технически. Вот есть набор учебных пробирок. Значит, что учебных, потому что по непонятным причинам, я сюда три раза уже сделал посевы из жидких, и почему-то разных культур, которые вот здесь вообще расти не хотят. Значит, нужно проверить, что это за среда. Сделаем, значит, в наглую на неё. Использовать в дальнейшем каких-то работах и посевах мы эти пробирки уже не можем. Потому что если по каких-то причинах там клетка есть живая, она начнёт расти, у нас получится компот из клеток. То есть это просто так вот для обучения можно использовать вот эти пробирки. Сдираем плёнку. Это означает, что... Срываем, да. Вот. Проведём проверку. То есть на неё возьмём, ну, к примеру, какую будем съесть. Вот здесь мы спрашиваем, что случилось. Ну, может... Не, вообще вот это отложим. Тут вот испорченная пробка, она по-любому здесь что-то подсеет, и у нас не будет чистоты эксперимента. Мы возьмём... А здесь вот тоже попала... Вот триходерма. Ну, культуру можно отсюда опробовать очищать, но мы этого тоже делать не будем. А здесь вот есть... Вот где триходерма. Вот здесь инфицировалась. А сама сверху культура, она чистая. То есть, скорее всего, что нам получится спокойно её отсюда изъять и сюда её пересеять. Значит, вот эти две пробирки мы себе подготовим на штативе. Так, уберу, чтобы не мешало. Так, теперь дальше. Дальше спички, спички. Перчатки? Умеючие? В принципе, можно даже и... Умеючие. Перчатки. Перчатки мешают. Да что в перчатках можно сделать? Перчатки неудобно. Значит, всё. Первое. Что делается. И сразу покажу, допустим, посев на банку. Или посев на банку. Ну, значит, такое. Вот. Первое прогреваем вот вверх пробки. Вообще просто прогреваем, вот как она есть. Прогрели. Прогревается довольно-таки вот стекло. Быстро нагревается. Да, быстро нагревается. И оно уже такой температуре, ещё немного, и оно уже просто... Вот. Потом пробку подтягиваем. Вот в этом месте, вот всегда, и будет содержаться вот инфекция, которую если мы не уберём, то есть не прожжём, то будет ошибка. Прожгли вот это место. Дальше получается у нас пробка, ну, теоретически у нас она стерильная. Вот. И сразу подготовим вторую пробирку, на которую мы будем делать посев. Та же самая манипуляция. Прогрели. Значит, что делаем дальше? Вот у нас есть две пробирки. Взяли их удобно. Теперь готовим петлю. Это всё должен делать один человек. Тут не должно быть ассистентов. Там, тот открывает, тот держит, просто сам сидишь, делаешь, да и всё. Петлю. Петлю. Вообще прокаляем её всю. Угу. Вот так вот. А дальше, самое главное, вот, ну, всю нужно прокалить, мы будем её вносить в пробирку. А дальше просто прокаляем до красна. Нагрели. Теперь помним, что мы экспериментально уже проверяли. Нужно где-то секунд 45, пока она остынет. Иначе мы просто клетки сожжём и ничего такого посева не будет. Поэтому 45 секунд медитируем. Ну, я уже на автомате. Я просто знаю, сколько нужно. Да. Читаем мантры. Ждём 45 минут. Теперь, для остывания, для того, чтобы немного остыла сама петля, что мы делаем? Мы, когда будем вносить, мы касаемся стекла. Стекло холодное, и оно будет забирать температуру. Теперь вскрываем непосредственно саму пробирку. Это мы производим в пламени спиртовочки. Вот, прогрели. Внесли. Коснули стекла. Делаем забор клеток. То есть, отрезали, вот часть взяли. Закрываем пробирку всегда пламени. Стараемся не трусить самой культурой, чтобы её не было. не потерять. Упс. И внесли. Вот этот момент внесения нужно делать очень быстро. Потому что вот здесь горячее стекло. То есть, руки дрожать не должны. Если мы будем долго целиться вот в эту пробирку, то вот именно в этом месте культура просто сгорит. И будем не понимать, что мы туда вносим, вносим, а ничего у нас вырастать не может. Потому что мы вот здесь экспозиция не должна быть. То есть, раз, попали туда, оставили клетки и в огне спиртовочки закрыли. Всё. Вот. Сделан посев? Сделан. Теперь здесь есть уже точно живые клетки. И в дальнейшем мы посмотрим, что живая культура никак не хотят расти на этой среде. Есть. В принципе, всё. Ну вот показал. А на банку? А на банку? С банкой что? С банкой? Делается. Эта банка, например, мы её достали из автоклава. Банку всегда нужно перед тем, ну вот сейчас вот у меня руки. Изоформином. Нет. Что, с ума сошёл? Не надо. Ага. Стерильным всё. Мы только что из автоклава её достали. Ну, мы её не достали. Это такая учебная банка. Ну вот. Значит, вот сейчас смотрите. Если мы этого не сделали, что сейчас будет? Вот мы, например, там всё рожгли, достали культуру. Держим её уже на петле. Нам надо её сеять. Допустим, пробирку, чтобы не мешало там. Уже оставили. Теперь дальше приходится к банке. Мы её... Опа! 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 Она не открывается. Опа! И что делать? И вот эта сопля упала. И сегодня ничего не входит. Банку забыли открыть. Понимаете? Поэтому, если мы банку из автоклава достаем, мы её достали и приоткрыли. Сразу освободили крышку. Для того, чтобы мы могли одной рукой её приподнять. Теперь производим ту же самую снова манипуляцию. Прожгли. Ждём, когда остывает. Прожигаем снова пробку. Снова прожгли. Вскрываем. И займаем культуру. Снайпер, видите, даже стекла не накоснулся. Цепляем кусок. Но для банки нужно уже значительное количество посевного материала. Ну, мы взяли такую учебную. Тут нечего взять. Поэтому, допустим, здесь трудно. Давайте отрежем. Вот. Отрежем кусок, как это должно быть. Вот. Попробуем его... Подожди. Видишь? Приклеилось к стеклу, а нам надо его оттуда достать целым. Аккуратненько. Вот. Вот. Изымаем. Закрываем. Теперь смотри, как делаем. Крышку приподнимаем. Учитель надо гнём, чтобы пробирку не законсервировали. Я делал это. Мы потом проверим на видео. Смотри. Проверим. Смотри. Поднимаем крышку. Вот. Подогнули вот самую фольгу. Теперь смотри. Делаем только щель вот так. Туда вносим. И сбросили. Угу. Всё. Посев мы сделали. Закрывать ничего не нужно. Не шебуршиться. Потому что здесь одна банка. А если таких банок стоит 40. Угу. То есть мы просто отогнул, сбросил, закрыл. Дальше. Снова. Отрезаем. Вот. Берём кусок агара. Достаем. Сбросили. Сколько надо. Приблизительно 7 банок можно посеять из одной пробирки. Теперь смотрите внимательно. Главное научиться вот в технике вот этого нюанса. Никогда не носить пробирку вот так. Не собирать воздух открытой банкой. То есть каждый раз её тыкать, открывать, закрывать, открывать, закрывать. Мы хуже сделаем, чем мы просто её не закрываем. Только помните, что пробирку не собирать в воздухе. Она должна быть горизонтально. Во-первых, не вот так, а вот так. Вот так мы забираем. И теперь, если нам нужно делать какие-то движения, то мы делаем задом пробирки. Вот таким вот образом. То есть стараемся не собирать воздух по лаборатории. И вот уже две банки там посели. Всегда закрываем пробирку, то есть закрываем над спиртовкой. Огонь, если погас, отбрасываем. И следующие пошли посевы. Всё, в принципе, я показал. Сейчас делайте сами. А я буду наблюдать. И сейчас я буду смеяться, а вы будете делать. Хорошо? Ну и для петли желательно, если мы делаем... Ну я уже так не ставил, но для петли... Петлю желательно, когда мы с ней работаем. Вот сейчас вот в лабораторной. То её уже по столу не возить. То есть если вы с ней работали, например, и нужно её куда-то оставить, к примеру. Ну лучше всего это сделать... Где-то поставить её в спирт. Пусть она себе стоит вертикально. Потом мы опять её взяли отсюда. Снова прожбим всю. И идём дальше. То есть не ложить. Желательно её во что-то вставить. И самое главное. Никогда не держите спирт около огня. Всё. Велкам. Так, я попробую. Смотри, какую мы пересеваем. Вот эту, да? Да, давай вот ту. То есть это всё... Вот эту же... Подожди. Вот здесь я сел. Это исследование идёт. Я хочу исследовать, почему ничего не росло на этой. Давай мы её уберём отсюда. Вот ставим... Обычно, смотри, как я делаю. Подожди, подожди. Обрати на это. Обрати внимание. Обычно я делаю вот так, чтобы не перепутать. Ничего. Два раза не тыкать. Нет. Нет. Давай назад. Я хочу впереди, чтобы они сзади. Вот. Правильно. Вот этот момент я хотел показать. Вот смотри. Значит, посеянные будут впереди, несеянные будут сзади. Вот. Одна уже есть. Так, сейчас подожди, подожди. Я должен как профессионал всё сделать. Так. Берём чуть-чуть ракурс. Давай только руки, да? Чтобы... Так только руки, больше всё не поместится. Сейчас я как профессионал всё сделаю, подожди. Нет, нет. Что ты делаешь? И так мизинцем? Да подожди. А вот мизинцем. А, да. Вот так вот. Берёшь. Вот потренируйся. Но это же просто пробка. Вот попробуй её выкрутить. Посадить обратно. Нет. Вот. Я же тоже не распрываю это всё. Нет. Вот. Видишь? Видишь уже? Для чего видео писали? Потому что будешь его смотреть потом. И семь раз не буду тебе повторять. Сначала прогреваем её вообще. Просто. Саму пробку. Вот. Мы её просто выжгли. Что там было. Потом уже подтягиваем. И вот это место обязательно прожгли. Видишь, как смешно сзади смотреть. Да, с двумя тяжеловатыми. Да, конечно. Я же профессионал в этом деле всё сделал. Мастер-класс покажу. Мастер-класс. Так. Что ты делаешь? Что ты делаешь? А вторую? Постой, постой. Ну пускай я сам делаю. Я сам сейчас всё сделал как профессионал. Ты его не путай. Нет. Ты вот это кручение даже не делай. Ты научись просто это делать вот этим всегда мизинцем. То есть ничего там не крути. Смотри. Да как ты там берёшь? Да вот. Вот так она берётся. Видишь, тут классная такая головка. Давай по-другому назовём. Я умею. Я умею лучше ответить. Смотри. Ты сейчас пробкой. Вот ты сейчас толпы вытираешь. Нет, нет. Я не тронулся. Давай продезинфицируем. И знаешь у тебя какая проблема? Ты делаешь много вообще сразу движений. Ты где-то сидишь за полметра и начинаешь носиться. Туда, сюда, туда, сюда. Ты всё. Ты вот тут должен руки держать. Просто поднёс. Машешь. Всего в руках должно быть. Смотри. Вот я что говорил. Вот ты только что. Вот только так. Ты по-другому вообще не держишь. А пробирки должны были вот так. Вот только так. Я понял вас. Учитель. Вот она. Магия. Грибов. Уколол? Уколол. Да, остави. Она не остывляется. Не, подожди. Ну что ты её колопоцаешь? Всё. Вот. Сбрось её. Оп. Оп. Может быть ты просто не остыла сама игла. По-моему ты её даже и не прожигал. Ну ты Д'Артаньян, короче. Не ты реально. Ты с этой шпагой как Д'Артаньян. Это капец. О, видишь. Ну я только что сказал. Рано или поздно это должно было бы случиться. Вкручивай. Вкрутил. Всё нормально. О, видишь как. Так. Ну хорошо. Маленькие ошибки были конечно. Маленькие? Так всё как в рационал сделал. Тут вообще немного ты попал в ноты. Чуть-чуть так попал. В общем и целом. Мы только с этой. Этой страдаем. С одной работаем, да? Или ещё там есть другая. Ты эту. Давай я. Не-не. Я на банку ещё хочу посеять. Пусть там уже посеяли, да? Ну пробуй на банку. Да. Смогутанка. Подойдите. Убери. Убери. Нет, так я смотрю. Выбрали ассистента хотите? Нет, может я сам её закрутил уже. На автомате. Понимаешь? Посеял и сразу. Это специально, чтобы тебе пятёрку не поставили. Да, да, да. Завалить меня хотели. Сосредоточьтесь. Так. Подождите пока. Пятёр. Не плюньте на колбу. Горизонтально. Вообще её не поднимать. Горизонтально держи. Пускай я стою нет. Куда? Как? Тихо, тихо, тихо. Я так хочу. Научишься неправильно? Вот и будешь делать неправильно. Научись сразу так, как нужно. И всё. Зачем тебе неправильно учиться? Ну здесь надо... достать, отрезать. Побольше кусок. Такой значительный надо взять. Ты сразу его... Не тащи по стеклу, порвёшь. Оно режет. Ну вот режет. Не тащи по стеклу. Надо его освободить, отклеить. Потом изъять. Просто вынуть оттуда. Кажется, что легко. Наколоть как-то, да. Легко, чтобы она не разрезала. Вот она. Слетит. О! Не слетит. Всё, держишь. Кусочек. Это последний кусок. То есть пробирка тебе уже вообще, в принципе, не нужна. Можешь её на стол бросить. Ну, можешь не бросать. Ну ладно, учись пробиркой вот это сделать. Ну, окей, давай. Сестра! Подбрось огня! Тихо. Здесь к папочке. Ох! Вот так эксперты работают. Легко и просто. Так она горячая. Всё, ставь, ставь. Ну вот, пробуй. Пера сделаем. Дальше второй. А вот парня? Да. Следующий. Следующий. Да, 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 да. Так. Какую пробирку? Рукава. На эту будем садить? Сейчас будешь гореть вместе с халатом. Хе-хе-хе-хе. Какую садить? Ну, хорошо. Подожди, подожди. Ну, по порядку. Ну, вот три. Это, потом. Какую брать? А, она горячая. А, что тут садить? А, вот эта, вот эту пирму, да? Ну, это бракованная, то есть там уже понятно, тоже не посев делать. Там с такими манипуляциями, как вы делали, то... Ханай, да? Ну, не, ну не ханай, ну я знаю, ну... Ну, что, я уже делала, ты снимаешь? Да, да, вперёд. Конечно. Не хана, но техника... Блин, ну вот... О! О, видишь, что случилось? Быстренько надо, ну... Сожгла. Горим, не горим. Жаримся. Оба-на! Вот! А-а-а-а! Ты, друзья, ты не спори. Да всё, да, отстави. А, там, там же скульптура. Так, хорошо. Да у меня был случай, слушай, я делал так посев. И я вот сею, знаешь, так сосредоточенно всё так делаю. Думаю, ну что воняет? Ну что воняет? Ну откуда вон идёт? Знаешь, смотрю, а... Одна из пробирок, она вот эта, она чёрная уже и дымит вот так. Знаешь, загорелась, знаешь, и... Ну смотри, смотри. Хорошо, да, это делаю? Олег. Потом. Что это... Как? Ну, чё вы вот... Чё вы вот за этот чубчик вот... Вот... Я же сказал мизинцем. Вот так. Ну. Зачем вам вот это... А потом? Пусть так. Сначала культуру возьмем. Со шприца проще орошать. Максим, со шприца проще орошать, да? Ну, со шприца. Со шприца надо дорасти. Где ты того шприца наберёшься? Надо научиться его делать. Всё, что будешь шприцы покупать. Вкручивай. Просто... О! Мне кажется, Максима уже можно на пенсию отправлять. Тут такие профессионалы. Всё. Ну, в принципе, да. Ну вот посев сделан. Вот такое ощущение, что грибы сами здесь будут расти уже. А на баночку? Так. А на банку? Там есть ещё? Ну, тут вообще есть сусель. Да, что там есть. О, есть. Конечно, есть. А что её добирать? Да, да. Можно дожигать. Угу. Ошибка. А видишь, как сбоку вот ошибки видны? А вот так лучше всего вот и учиться, когда смотришь под руки. И сразу вот видно. Можно так её, в принципе, тоже прогреть, что вообще просто всю культуру там сжечь внутри. Надо так с чувствами и с расстановками. То есть не забывай, что перегреваешь стекло, потом через... Оксан, вы вот открыли, туда весь воздух зашёл и всё остальное, вся инфекция уже. Ну, конечно. Ну, ладно. Просто технически пусть она попробует изъять и положить в банку. Не, ну, надо же подсказывать, что в следующий раз... Ну, да. Ну, пусть не отвлекается. Она пусть сосредоточится на том уже, что делает. У меня побольше кусок надо отрезать. Не, это мало на банку. Не, это на пробирку так мало можно посеять. Там надо вот почти там весь можно забрать уже. Да. Весь вот мало. Всё равно это мало. Отлично. Не так. Вот жаль. Хотел ещё один фокус показать, но уже не уложусь, потому что сейчас видео уже закончится. Ладно, сейчас в другом покажу. 24 минуты. Итак. 20 минуты. 2 сантиметра. Можно это совсем меньше всего, что я breeds. Даже 8 минута. 6 минуты. Продолжение следует...